Контролировать порядок в городе Сочи во время зимней олимпиады отправились кировские полицейские, 150 человек. В Сочи они пробудут до конца февраля, пока там не закончится зимняя олимпиада. На каких объектах предстоит работать кировским правоохранителям, неизвестно. Эта секретная информация заявили в пресс-службе УМВД России по Кировской области. О других новостях города и области смотрите в коротком видеообзоре. Существия аварии на газопроводе на улице Дзержинского устранены. Сегодня газ в жилые дома на Филейке подается в полном объеме. Таковы свежие данные от управления МЧС. В пятницу 13 декабря около 8 часов вечера грузовой автомобиль, отъезжая от магазина на Дзержинского, при маневрировании задним ходом задел газопровод. Произошла утечка. Район тут же был оцеплен полицейскими. Жителей дома номер 68 по улице Дзержинского, а именно там произошла авария, пришлось эвакуировать. К утру субботы 14 декабря газоснабжение района было уже полностью восстановлено. Генерал полиции Сергей Солодовников встретился сегодня со студентами медакадемии. С будущими врачами главный правоохранитель области беседовал впервые. Однако такие встречи со студентами других вузов для Сергея Солодовникова стали традиционными, ведь именно студенты составляют большинство активистов добровольной народной дружины. Сергей Солодовников высказал надежду, что и студенты-медики пополнят ряды народных дружинников. Делку уже установили, теперь готовят ледяные скульптуры. Впервые театральная площадь Кирова к Новому году будет украшена олимпийской символикой. Изюминками праздничной театралки станут пышная искусственная елка и каток. Кстати, к новогодним праздникам готовится сейчас не только наш город, но и районы области. На центральной площади Вятских полян, к примеру, установили елку, а теперь объявили конкурс на лучшую игрушку. Самыми красивыми украсят новогоднее дерево в центре города.